В 2019 году «Форд» свернул производство и продажи легковых моделей в России, сохранив коммерческое семейство «Форд Транзит». Из трёх заводов работу продолжил лишь один — в Елабуге, где прежде, помимо «Комтранса», вдобавок делали «Эксплорер» и «Кугу». А главным акционером в совместном предприятии стал «Солерс», заимевший контрольный пакет акций. И вот на этой неделе мы с нескольких сторон услышали, что легковые «Форды» вновь будут продаваться в России. В Елабуге побывала группа неавтомобильных журналистов, которым показали подготовку новых линий. Но зачем? Известие цитирует главу совместного предприятия «Солерс Форд» Адиля Ширинова. «Если по-русски, чем чёрт не шутит? Если говорить о бизнесе, то мы хорошо знаем, что такое производство бюджетного автомобиля и заработок на нём. Мы больше в эти игры играть не будем. Это могут быть полноразмерные внедорожники». И в этом нет ничего невозможного. Елабужский конвейер уже выпускал грузовые транзиты одновременно с кроссоверами. Кроме того, в прошлом году «Солерс» приобрёл бывший фордовский моторный завод, где с 2023 года начнётся выпуск турбодизелей для транзитов. Но только ли для них? В частных разговорах менеджеры «Солерса» прямо подтвердили каналу «Автоплюс», что завод покупали на вырост для расширения модельной гаммы «Форда». Из самых вероятных вариантов на ум приходит «Форд Эксплорер». Но он теперь почти премиал. Платформа с продольным двигателем, мощные движки, богатые версии и высокая по американским меркам цена. А вот «Форд Экватор», о котором многие наверняка не слыхали, попроще и подешевле. Эта модель скроена для Китая, но теоретически ничто не мешает привезти её и в Россию. У почти пятиметрового «Экватора» поперечно расположенный мотор и основной передний привод. Базовые версии пятиместные, но основной упор сделан на трёхрядные варианты – с семью или шестью местами. Однако под капотом стоят нелюбимый в России турбомотор и преселектив, а цена в пересчёте на рубли примерно 3,5 миллиона. Свеженький «Соренто» по приз-куранту стоит на миллион дешевле. Вспомним и «Кугу» третьего поколения, которая продаётся на Украине с полуторалитровым турбомотором, полным приводом и восьмиступенчатым автоматом. Но в европейской гамме есть и двухлитровый турбодизель, и передний привод, и даже механика. Наконец, четвёртым кандидатом назовём рамный внедорожник «Форд Эверест». Это родственник пикапа «Рейнджер», который продаётся в Китае, Юго-Восточной Азии и Австралии с самыми разными моторами. Включая «Сюрприз-сюрприз» и «Дизель 2.2». Примерно тот же, что намечен к производству в России и постановку на наши транзиты. Китайцам бензиновый «Эверест» доступен за четверть миллиона юаней. И это опять-таки 3 миллиона наших рублей. И вряд ли ради возвращения в Россию «Форд» решит демпинговать. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова